Чувство единения белорусов и россиян не ограничивается календарной датой 2 апреля. На протяжении многих веков россияне и белорусы были и остаются добрыми соседями, живущими в мире дружбе и согласии. Наши страны прочно связывает история, традиции и культура, общность интересов и ценностей. Понимая это и стремясь к самой высокой и благородной цели укрепления дружбы и партнерства между братскими народами России и Беларуси, Гомельско-областное отделение Белорусского фонда мира на протяжении многих лет реализует ряд международных проектов и акций. Основным нашим направлением деятельности фонда является международное сотрудничество, миротворчество, которое включает в себя ряд таких направлений и гражданско-патриотическое воспитание, и трудовое и так далее, и направление интернационализма, то есть дружбы международной. Международные марши мира по территории Белоруссии и России, лагеря мира и дружбы, встречи ко дню единения братских народов, международные новогодние утренники фонда мира, участие в проведении и поддержка ряда белорусско-российских форумов, конкурсов, фестивалей. С каждым годом становится богаче актив мероприятий гомельских миротворцев. Гомельские миротворцы помогают россиянам познакомиться с жизнью белорусских граждан, активно укрепляют дружбу и взаимопонимание между нашими народами. Дружеские визиты в приграничные районы Брянской области у гомельских миротворцев стали традиционными. Жители Новозыпковского, Климовского, Сурожского, Красногорского, Гордеевского, Злынковского районов хорошо знакомы с фондом мира и всегда ждут встречи с белорусскими друзьями. Поначалу это были небольшие группы активистов фонда мира, которые в дальнейшем пополнились представителями ветеранских организаций, профсоюзов, идеологическими работниками, студенческой и учащейся молодежью. Задача от фонда мира, привлекая наших активистов, активисты, и учителя, и медики, работники отдела культуры, идеологические работники, чтобы встречаться с молодежью и рассказывать им о положении в нашей республике, в нашей области, как мы живем, как работаем. Каждая минута встреч миротворцев из России и Беларуси запоминается надолго, если не сказать навсегда. Потому что все здесь от сердца, от души. Румяный каравай, дружеские рукопожатия, счастливые улыбки и благодарность. Фонду мира за многолетнюю работу по укреплению дружбы и понимания между народами. Между нами и ближайшими районами Беларуси подписаны договора, соглашения, в том числе и в области культуры, и в области сельского хозяйства. Мы всегда находим понимание в своих братьев-беларусах. И сегодня в очередной раз мы это подтвердили. Сегодня наши делегации выехали в Республику Беларусь. Мы встречаем делегации Беларуси. У нас совершенно недавно по линии Чернобыля мы встречали гостей чернобыльских шлях. Масштабный размах и политическую значимость обрели международные марши Фонда мира, давно вышедшие за рамки региональных. Более 10 лет они проходят по территории Гомельской, Курской, Брянской, Смоленской, Московской, Белгородской и других областей, неизменно с массовым участием местных жителей, представителей органов исполнительной власти, общественности, прессы, радио и телевидения. Вовлекая в свои ряды не только людей старшего поколения, но и молодежь, марши мира вызывают яркие эмоции, развивают чувство гордости и патриотизма. Все мы живем при границе, и настолько это вспоминается то единение, которое было раньше. И может быть у людей не возникает такой вражды, они остаются друзьями. Принимайте, родители, 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 родители! На метрике не хочешь, не раздывай, ты палевья, я не раздывай. Ноты каждой такой встречи чисты и высоки, начиная с куплетов в исполнении гомельского коллектива «Ритмы сердца». Ансамбль «Любимец россиян» уже не один год. Исполняет народные песни, танцует, юморит на сцене. Все это делает с особым азартом и ответственностью. А все потому, что выступает не просто перед соседями, а перед близкими, хорошими друзьями. У нас всегда на белорусов, кто приезжает именно с Белоруссии, у нас всегда собирается полный зал, даже приставные места ставим. Мы всегда рады белорусам, всегда рады их приветствовать. Нынче мы гостей встречаем на своей родной земле, хлебом с солью угощаем. А эта встреча в гомельской школе номер 27, которая с 2012 года носит почетный международный статус «Школы мира». Концепция школы строится на воспитании у учащихся толерантности и миролюбия. Мир вам, гости дорогие, выявились в добрый час. Встречу теплую такую мы готовим для вас. Первая страница отношений Брянской 64-й и Гомельской 27-й школы была написана почти три года назад, когда учреждения заключили соглашение о сотрудничестве. С тех пор дети встречаются два раза в год на Брянской и Гомельской земле, дружат, обмениваются опытом миротворческой деятельности. Я в Белоруссию приезжаю уже второй раз, и для меня эта встреча очень важна, так как мы вместе с другими ребятами объединяемся и стираем границы между нашими странами. Я очень рада, что белорусская сторона так подготовилась и рассказала нам о нашей родине и приняла о нас с радушием. В этом году к сотрудничеству с Гомельской школой мира присоединилась и школа номер один райцентра «Злынка» Брянской области. Соответствующее соглашение подписали директора учреждения образования. Дружба, она у нас в душе. Она живет в людях, она живет в детях наших. И это ничем не убрать из нас, понимаете? Поэтому я думаю, что это важно. Мы всегда были славянские народы, дружные. Мы были одна семья, и нам нужно так и дальше продолжать жить. Это укрепит только мир. Мы как бы начинали с нуля заниматься этим. И мы очень благодарны. Сначала мы работали исключительно в своем коллективе, то есть ученический, педагогический, родительский коллектив. Затем, найдя в фонде мира, скажем, идейного такого партнера, соратника, мы уже стали расширять горизонты. Нам приятно, что мы, скажем, всего лишь маленькая школа города Гомеля, но таким образом мы тоже пытаемся внести свою маленькую частичку в укрепление дружбы между братскими народами России и Беларуси. Белорусы и россияне. Наши народы в годы Великой Отечественной войны вместе защищали свою отчизну, демонстрируя миру немеркнущие примеры героизма и самоотверженности. Вместе поднимали города из руин в послевоенные годы. Поздравляю всех с Днём Единения Белоруссии и России, с 70-летием освобождения Брянщины и в июле месяце Белоруссии. Здоровья всем, добра, счастья в семьях. Ну, мира, мира, мира и мира. Одним из ярчайших примеров братства народа в России и Беларуси является совместное чествование героев-освободителей. Дань памяти советским воинам у братских могил и обелисков, возложение венков и митинг – не просто традиция. Сохранение общей истории и передача исторического наследия младшему поколению. С этого начинается любая встреча россиян и представителей Белорусского фонда мира. Страна живет, когда народ одной семьей в хозяйстве правит. Тогда беда к нам не придет, и Бог нас к истине направит. Миролюбивое государство, внешняя политика которого ориентирована на сотрудничество со странами бывшего СССР с Востоком и Западом. Так на торжествах в День независимости охарактеризовал Беларусь президент страны Александр Лукашенко, отметив, что стратегическим партнером Беларуси выступает Россия. И Гомельское областное отделение фонда мира, исходя из своей компетенции, расширяет и укрепляет единство славян, связи и контакты с регионами России по ряду направлений, и прежде всего с молодым поколением. Мир тогда можно сохранить, когда между особенно странами-соседками есть понимание. Наша самая ближайшая соседка – это, конечно же, Российская Федерация. И сегодня нам не нужно себя чувствовать младшим братом этой страны. Сегодня у нас единая цель – сохранить мир. Самое приятное то, что сегодня не только предприятия, организации и просто граждане, и сегодня общественное объединение, которое одной из своих самых главных целей ставит, действительно, это миролюбивую политику. В Гомельской области есть, не побоюсь сказать, совершенно чудное общественное объединение – это Гомельское отделение Белорусского фонда мира. Сегодня те лагеря, которые проводятся, молодежь, которая приезжает по обмену опытом, и самое приятное, что это не только к праздничным или юбилейным датам, это идет системная работа, которая дает свой результат, как в России, так и в Белоруссии. Чувствовать дружеское плечо, где бы ты ни находился, дома или в другой стране, всегда важно, отмечают гомельские миротворцы. И свою миссию в установлении контактов по линии народной дипломатии, укреплений дружбы между Россией и Белоруссией выполняют с чувством ответственности и гордости. Выражаю уверенность, что сотрудничество белорусских и российских миротворцев и в дальнейшем будет только развиваться, способствуя укреплению союзного государства. Все прогрессивное человечество, уставшее от непрекращающихся распри, войн и кризисов, осознало. Прежде чем решать глобальные вопросы дальнейшего существования Земли, каждому человеку следует стать миротворцем. Сегодня неоценима роль народной дипломатии в преодолении конфликтов и барьеров между людьми, странами и народами. Вот в настоящее время и Россия, и Белоруссия самостоятельное государство. Но души наших людей, они к единению, чтобы мы жили единой семьей. И поэтому вот и наше отделение Фонда мира общественной организации в силу своих способностей, в силу своих компетенций, старается делать все, чтобы как-то мы сблизились, объединились, и мы действительно были и жили одной семьей. Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира в своей деятельности стремится, чтобы каждый человек понял наше главное богатство – мир и дружба. И хранить, и развивать их – дело каждого. Ведь практически у всех белорусов и россиян есть друзья, коллеги и родственники в стране по соседству. Эти маленькие ниточки личных отношений делают государство по-настоящему близкими, потому что проходят они через сердца людей и переводят государственные интересы на простой, понятный человеческий язык взаимопонимания и дружбы. И очень важно научиться беречь и сохранять то, что делает нас едиными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова